здравствуйте здравствуйте прекрасные рада вас приветствовать и меня зовут юля ходарцева я психолог психотерапевт я расстановщик и сегодня как обычно в пятницу я провожу прямой эфир и сегодня прямым эфиром мы выбрали тему тему денег и как можно работать в расстановочном процессе с темы деньгами поэтому сегодняшний прямой эфир его тема это деньги можете задавать любые вопросы по этому поводу я пока немного поговорю про деньги про энергию денег и про то как на самом деле наши родовые системы как расстановочные системы кармические системы инопланетные системы влияют на то количество денег которые у нас есть здравствуйте здравствуйте присоединяйтесь напомню меня зовут юля ходарцева и сегодняшний прямой эфир я провожу на тему денег любимая горячая тема поэтому можете спрашивать меня я вообще решила апрель месяц объявить месяцем денег у меня будет курс в апреле на московской площадке да про деньги и соответственно я буду много эфиров давать про денег про деньги и прочее ну вот так вот сразу вопрос поступил как притягивать деньги давайте вообще поговорим о деньгах и если уж говорить про деньги то однозначно нужно понимать что деньги это также и энергия вообще если смотреть на все в нашем мироздание с точки зрения квантовой физики то все это сгустки такой энергии важно понимать что деньги это такая же энергия и Company intentionally важно понимать, чем больше энергетическое поле у тебя, чем оно плотнее, чем больше в тебе энергии, тем больше в твоем пространстве денег. И это тоже прям очень-очень важно понимать. Здравствуйте, если деньги не берут и не отдают, а не берут и не отдают, что значит не берут и не отдают? Не берут и не отдают или берут и не отдают? Важно понимать, что то количество денег, берут и не отдают, ага, сейчас отвечу, то количество денег, которое у тебя сегодня есть, однозначно равно тому количеству энергии, которое ты смог накопить. Я деньги называю таким своеобразным мускулом, да, денежным мускулом. И здесь вот опять же это очень важно понимать, что деньги однозначно показывают, сколько в тебе сил, сколько в тебе энергии. Но на денежные энергии могут влиять различные ситуации. И как это обычно мы решаем в расстановках. Денежные ситуации могут быть разного характера. Это, конечно же, все наши истории, связанные с раскулачиванием, да, когда люди за деньги в роду умирали. Это все наши истории, когда деньги связаны очень сильно с сексом, да, когда я не буду заниматься сексом за деньги, да, то есть такой, это когда у нас есть очень серьезные слепки из наших родовых кармических историй, которые связаны с деньги. Это грязь, грязь. Огромное количество историй, где у нас деньги связаны с ценностью себя. Так вот важно понять вот то, о чем я вам сейчас хочу донести. Вот если представить вот две соединенные склеенные руки, если вы на эту руку положите там грязь, секс, деньги, не важно, не важно что, а с этой руки вы поймете, что деньги к этому не имеют никакое отношение и разделите это, тогда жить станет легче. Когда вы перестанете ценность себя сравнивать с деньгами, когда вы перестанете, не знаю, качественное отношение с партнером сравнивать с деньгами, да, он меня больше любит, чем больше дает мне денег. Когда вы уберете слепку любовь, деньги, когда вы уберете слепку жизнь, деньги, вам станет легче дышать и жить. Когда вы поймете, что деньги это просто инструмент, который дает вам возможность жить и кайфовать в своей жизни, то есть вот как энергия, вот у меня есть энергия, я иду, работаю, да, я иду, вдохновляюсь, я иду на спорт. Так же и деньги, есть деньги, вы идете, встречаетесь с друзьями, не знаю, создаете новые продукты. Вот очень важно понять, что деньги это просто энергия и все вот эти вот ваши скрепки, склейки с другими историями, они все из рода, они все из кармы. Еще, если немножко поговорить про расстановки деньги, важно понимать, что в ваших деньгах огромное значение имеет ваша связь с вашим папой, да, опять же, я об этом уже миллион раз говорила, но повторюсь, да, что внутри вас есть внутренний сперматозоид, который бежит, достигает, получает результат, который ничего не боится, бежит несмотря ни на что, и вот этот сперматозоид, он может брать деньги, он ничего не боится, там нет страха. И когда у вас четко простроенные отношения с папой, тогда этот сперматозоид и бежит. Так много вопросов, давайте на вопросы уже отвечать. Так, был вопрос, если люди берут деньги и не отдают. Тут может быть много различных историй, да, тут может быть история, что, например, там в вашем роду были люди, которые брали у кого-то деньги, может быть, даже у тех людей в роду, да, если вот там, да, пять поколений назад, например, когда-то из их поколения взяли деньги у вас, и вы не отдали, и вы сейчас просто расплачиваетесь по счетам. Это один из вариантов. Второй вариант очень распространенный, почему мы даем деньги, нам их не отдают. Мы же очень хотим быть хорошими, мы очень хотим быть в жертвенной позиции. Когда мы отдаем деньги, мы автоматически попадаем в жертвенную позицию, да, мы тогда очень хорошие, все нас жалеют, мы тогда можем привлекать просто так энергию. Когда человек не отдает, он становится тираном, и нам здесь есть такая бессознательная выгода быть в состоянии, когда мне не отдают деньги. Тогда я бедный, несчастный, а он исполняет роль тирана. Здесь тоже это очень важно понимать, поэтому, чтобы из этого выйти, надо взять ответственность, что ты когда-то этими деньгами покупала свою хорошесть. Я даю деньги, потому что я хочу быть хорошей девочкой и попрощаться с этими деньгами, с этими людьми. Кто ходит ко мне на курс на богатство, если девочка кто-то есть, кто ко мне ходил на курс на богатство, я всегда говорю, у нас одно из упражнений есть, обнулиться по деньгам. Мы прям реально звоним нашим должникам и говорим, слушай, ты мне больше ничего не должен. Поймите, пожалуйста, когда вы давали человеку деньги, вы за эти деньги покупали свою хорошесть. Ну, поздравляю, вы стали хорошей девочкой, хватит. А вы продолжаете сидеть в жертве, жаловаться на то, что вам не отдают деньги, тем самым сливая свою энергию и привлекая нечестным образом энергию других людей. Поэтому давайте уже прощайте все долги и обнуляйтесь по ним. Так, был от Наташеньки вопрос, что такое кредиты. Что такое кредиты? Кредиты – это энергия, если вы помните, да, деньги – это энергия, и кредиты – это когда вы просто так энергию берете в долг. А взять что-то так просто в долг, не посчитавшись, не обнулившись по балансам, невозможно. Поэтому ничего бесплатного не бывает, вы должны здесь четко понимать. Ну, например, если вы взяли деньги в кредит на машину, то, скорее всего, машина будет не такое же вам удовольствие приносить, то есть ты ездишь не на своей машине. Очень часто бывает и столько, когда машины ломаются, отпуска срываются, отели ужасные и прочее. Поэтому я категорически против кредитов. Кредит – это когда ты у кого-то что-то взял в долг, да, и ты за это все равно расплачиваешься просто с большими процентами. И здесь тоже это важно понимать. Кредит – это вот тоже я на курсе про деньги рассказывала и буду рассказывать о том, что это как в ванну. Вот, понимаете, вы в ванну набираете воды, качаетесь, планки стоите, голодаете, привлекаете деньги в свою жизнь. И вот у вас кран в ванну открыт. А кредит – это как вытащить эту затычку из ванны. И сколько бы здесь вода не текла, оттуда быстрее утекает. Это бесполезно накачивать мышцу денежную, да. Кредит – это первое, что вы должны закрыть, если вы хотите стать более богатой, более уверенной, более сильной. Потому что кредит – это энергия, которую вы взяли в долг. Это дырка в ванной, которая никогда в жизни не даст тебе наполниться. Никогда. Это прям важно понять и взять, опять же, на себя взрослую ответственность за то, что это чужая энергия. А чужой энергией мы пользоваться не можем. Это, опять же, здесь про жертвенность, про детский сад, да. Это дети живут за счет родителей, они берут чужую энергию. Да, это маленькие позиции, детские позиции живут за счет кого-то. Возьмите уже ответственность, начните жить за счет себя. И тогда у вас денег станет больше. Потому что моя любимая фраза – детям на мороженка. И тогда вы никогда не выйдете в состояние благодства, процветания и изобилия. Понимаете, да? Немножко так сегодня я жестко себя веду. Но, знаете, вот эта жесткая позиция, она очень про реальность и про богатство. Только в реальности, сняв вот эти розовые иллюзорные очки, можно увидеть честность и правду. Только сняв иллюзорные детские очки, можно стать богатыми, да. Тема денег, она прям вот однозначно должна быть из взрослой позиции. Всегда, всегда. Сначала надо проработать родителей, родственников, нерожденных детей. Когда ты однозначно закрываешь все дырки, ты можешь стать тотально взрослой. И тогда у тебя будут большие взрослые деньги, большие деньги. Понимаю, как стоит блок от воспитания. Должна быть только стабильная работа и конкретная зарплата. Как его преодолеть, я не знаю. Ну вот, только что я об этом говорила. Вы просто поймите, когда вы страхуетесь этими работами, кредитами, родителями, мужьями, от которых вы зависите. Например, если вы в созависимых отношениях живете, вот этими всеми моментами вы опять попадаете в созависимость, попадаете в детскую позицию. Ребенок до 10 лет зависит от родителей, а то и до 6, понимаете. У ребенка деньги на мороженое. Если вы хотите иметь большие деньги, вам надо понять, что вы уже выросли, и вы тотально можете за себя отвечать. Вам не нужна для этого работа, которая вам даст денег. Вы можете заниматься тем, что вам нравится управлять своей жизнью. И если даже ты работаешь на этой работе, ты там не в зависимых отношениях. Твоя жизнь от этой работы не зависит. А вы понаберете кредитов, долгов, работ ненавистных, да, там, партнеров, которые вам деньги дают. И потом говорите, боже, что ж у меня нет денег. Да потому что ты в маленькой позиции там, понимаете. И тогда ты зависишь от всех. А когда ты зависишь, тебе 5 лет. 5 лет. Какой-то сегодня у меня такой эфир. Ага. Задайте мне еще вопросы. Юля, здравствуйте. Я где-то прочитала, что проблемы с деньгами связаны с взаимоотношением с отцом. А если он умер, как можно проработать этот вопрос? Это действительно так. Деньги очень напрямую зависят от отца. Я об этом только что говорила, да, там, 5 минут назад. Потому что отец – это наш сперматозоид внутренний. Но как это проработать, даже если отец умер, даже если отец с вами не общается, даже если отец ушел к другой, бросил, избивал, неважно. Важно понять, что в тебе твой отец всегда. Ты состоишь из мамы и из папы. Ты тотально из него состоишь. То есть если вот представить деньгами, да. Ну, то есть представим, что мама – это женственность, цветочек, то папа – это монетка. Вот представь, что цветочек с монеткой когда-то соединились, и в тебе эти монетки в каждой клеточке. То есть твоя каждая мили-мили-мили-мили клеточка, она состоит из цветочка из монетки. А теперь представь, что этих монеток по твоему телу миллиарды, триллиарды – это все твой папа. И умер он или не умер, эти монетки в тебе остались. Вот ты принимаешь просто, и все, и ты полна монеток. Ходишь, и они размножаются и увеличиваются. Ты же растешь в размерах, тогда и монетки в тебе растут, понимаете, да. И неважно, рядом папа или не рядом, монетки-то все равно внутри тебя. Вот как-то вот так вот, если на это посмотреть, тоже мне как-то пришлось сейчас ответить на этот вопрос. Смотрю дальше ваши вопросы, мои хорошие. Вопросы-то есть еще? Да, если будет договор займа, тоже прощать. Слушайте, ну вот еще раз, вот еще раз про кредиты, про займы и прочее. Увидьте, что когда вы даете в кредит, вы хотите быть хорошими, понимаете? Увидьте, что там была ваша выгода, что вы заплатили за то, чтобы быть классной. Ну вот здесь прям это очень важно. Вот вы тогда зачем это делали, зачем? Ну просто ответьте мне на вопрос, вы когда давали людям деньги, вы зачем это делали? Вот у меня очень много историй, я выступила поручителем, на меня оформили ипотеку. Вы зачем это делаете? Просто себе честно ответьте. Вы это делали, чтобы быть хорошей? Ну чтобы быть классной, ну например, вот некоторые люди себе покупают, не знаю, платьице. И тогда она красивая, тогда она в это платьице, ну заплатила за свою красоту. Точно так же и здесь. Вы хотели быть хорошей? Есть. Вот просто цена вашей хорошести такая. Просто, ну, серьезно к этому относитесь. Это прям меняет картинку мира. И когда там кто-то вас просит, слушай, ну займи мне денег, а ты сейчас что, просто хочешь быть хорошей, тебе человека жалко? Ну и там еще есть тема, когда мне человека жалко, я хочу быть в гордыне. Типа я круче, я могу решить вопрос этого человека. Вы свои вопросы решите сначала, а у вас их, ого, сколько. Потому что у обычного человека, который не строит из себя Бога, да, у него своих вопросов там целая куча. Да, прекращайте себя из себя Бога строить, займитесь своими вопросами. Лучше вложите эти деньги под проценты куда-то, я не знаю, там, бизнес откройте, свое образование вложите. С собой займитесь, не надо лезть в чужую жизнь и помогать другим людям. Решите вопросы в своей, как-то так. А рассрочка то же самое, что и кредит. Слушайте, ну это все без разницы. Рассрочка, кредит – это все взятые деньги в другой организации, да, в другой энергии. Ну просто, вы просто в другом месте взяли деньги. То есть вы не имеете достаточно взрослой позиции, чтобы пойти самой себе купить телефон. Вы его решили взять в рассрочку. Ну опять же, да, телефоном пользуетесь, а он еще не ваш. То есть вы пользуетесь чужой вещью. Вот, ну, например, да, понимаете это? Ну, знаете, опять же, в этом нет ничего такого плохого или хорошего, просто вы должны четко быть в честности с собой, да. Когда вы живете в ипотечной квартире, ну будьте честны сами с собой. Вы не в своей собственной квартире живете. Вы там живете, продолжаете жить в маминой квартире, да. Только до этого была мамина квартира, теперь квартира банка. Когда вы пользуетесь, там, не знаю, телефоном в кредит, это не ваш телефон, просто будьте честны, вы опять там у мамы или у папы взяли телефон. И опять вы в детской позиции. Вот это очень важно осознавать и понимать. Опять же, в этом нет ничего плохого, главное, чтобы вы это осознавали. Все, что не ваше, вам дал кто-то больший. Кто-то больше государства, я не знаю, там, банк, ты-ты-ты-ты-ты. Кто-то, кто больше тебя, у кого есть деньги, он тебе это дал. Опять же, это значит мама с папой. Если мне дают мама с папой, я маленький. А если я маленький, у меня что? На мороженка. Вот и все. Давайте скажите мне что-нибудь. Благодарю, дорогая моя. Наташенька, люблю. А когда сдаешь золото в ломбард и потом хочешь выкупить? Слушайте, ну это опять про та же самая история. Ну а что, это вы на время решили там к маме прийти пожить? Мам, слушай, можно я у тебя тут пока борща поем? Ну ты пока не думай, мама, что я маленькая. Я большая, на самом деле, потому что борща поесть пришла. Ну вот приблизительно так же про ломбард. А про ломбард еще, мне кажется, жестче. На самом деле, первый раз мне такой вопрос задали. Ну то есть ты либо сдаешь ломбард и продаешь свою вещь, да? Как вот на Авито многие выставляют там свои шубы, какие-то велосипеды. Ну тогда ты продаешь и прощаешься. А тут ты такая свою часть отнесла, но не до конца готова ее отдать. Тогда твоей вещью пользуются. Ну как-то тоже что-то здесь прям нездоровая история моя прекрасная. Так, Настя присоединилась, вижу. Ага, Юля, прекрасно выглядишь. Спасибо, моя хорошая. Юлечка, а как с ипотекой? Как накопить на жилье? Да так же только с ипотекой. Зачем она такая? Вот слушайте, вот вы тоже, ну там, смотрите. Будьте в реальности, вы живете в чужой квартире. Ну, как бы, либо вы копите их, покупаете свое собственное, либо вы в честности, что вы живете в чужой, да, и продолжаете быть в детской. Как накопить, ну, работать, накопить, придумывать новые идеи, новые проекты. Ну, нужно тебе там 5 миллионов на квартиру. Вместо того, чтобы пойти взять у мамы денег, да, у банка, у папы, у мамы денег, у банка, пойди подумай, какой проект новый создать, что тут важное сделать. Может быть, там платье начать шить, блины печь, продавать. Подумай, что ты можешь дать больше миру, чтобы тебе больше энергии пришло. А вам же тяжело выйти из маминого, из родительского дома и отвечать за свою жизнь. Вам, конечно, легче у мамы посидеть, пожить на ее харчах, да, и поэтому мы не развиваемся. Самое большое развитие у детей, дорогие мои, происходит, когда мы реально выходим из материнского дома, потому что там ответственность появляется. Я вам по себе скажу. У меня вот, я пока там работала наемным сотрудником, мне как-то полегче было. Сейчас у меня свой бизнес, мне приходится все время думать, как бы что-то еще сделать, еще что-то сделать. У меня идея за идеей, идея за идеей, потому что взрослая позиция появляется. Потому что уже никто зарплату не начислит 15-го числа, понимаете? Надо работать, надо искать варианты, да, чтобы заработать там еще больше денег, понимаете? А вот ипотечная квартира, вы такая взяли ипотеку, сели и, ну, спокойно живем, там, ну, там, платим по каким-то процентам. Поэтому, чтобы накопить себе на свою собственную квартиру, голову нужно включить и решить, что я могу дать больше миру, чтобы мир мне дал больше энергии. Деньги – это энергия. Ты можешь получить от мира деньги только тогда, когда ты начал отдавать энергию. Чтобы начать что-то отдавать, надо хотя бы сесть и подумать, что ты можешь отдавать миру. И чем больше ты накачаешь этот ресурс, тем больше к тебе придет энергии, понимаете? И тогда ты и миссию свою выполняешь, миру отдаешь, да? И к тебе эта энергия возвращается, а потом она как-то странно становится деньгами. Ты покупаешь квартиры, машины, дачи, бизнесы свои открываешь и прочее, понимаете? Вот в своей базе здесь так. А когда ты маленький, и все зависит от родителей, и ты зависишь от других людей, ну, невозможно накачать энергию и что-то людям отдать. Когда ты маленький, ты больше поглощаешь и берешь, да? Вспоминайте детей, они больше берущие, 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 берущие. А пока ты не начнешь отдавать миру, тебе не придет другой уровень энергии. Знаете, я вчера с человеком встречалась. Так удивилась. Я на денежных тренингах вот все время, например, ставлю Тинькова. Ну, вот Олег Тиньков, да? Такой вроде вот мужик, вроде берущий, да? Ну, посмотрите, сколько он всего дал. Банк очень удобно открыл. Ну, в общем, я к чему? Я вчера встречалась с человеком, и Олег сейчас запускает телекоммуникационную систему. Ну, короче, у нас будет теперь МТС, Мегафон, Билайн, и теперь будет у нас сеть Тиньков еще. И я, зная Олега, и знаю, как он делает бизнесы, у нас скоро Тиньков станет самой популярной сетью телекоммуникационной, да? Это об этом. А если бы Олег сидел у мамы за пазухой, он бы не включал бы мозги, а он включил мозг, сделал пельмени, сделал рестораны, сделал самый крутой банк. А сейчас он опять сидит, говорит, так, мне надо еще, надо что-то еще миру дать. И он делает сейчас самую классную телекоммуникационную сеть. И скоро мы будем разговаривать по мобильной сети Тиньков. Понимаете, о чем это? Это очень взрослая позиция, очень взрослая. Там в базе, что я могу дать людям больше. И он сделает классную систему, потому что он сделал классный крутой банк. У меня юридическая компания, ну, моя ИП, Юлия Ходарцева, центр мой, на Утинькова обслуживать. Я настолько довольна, это настолько круто, настолько удобно. У меня моя карточка, да, там потребительская, ну, потребительская моя карточка обычная, дебютовая, она тоже у Тинькова. Он делает очень удобные продукты для людей, людям очень удобно. И тогда ему возвращается эта энергия миллионов людей, и он делает что-то еще больше. Слышите? Ну, там должна быть взрослая позиция, однозначно. Ой, понятно? Что-то все замолчали. Или тут у меня что-то... Так, едем дальше. Не видела в жизни счастья в любви. Так, это нам пишет Артур. Артур, вы плохо по-русски пишите? Я не очень понимаю, на английском лучше напишите. Можно начать бизнес за счет кредита или нет? Нет, я категорически против. Я категорически против. Особенно бизнес. Не надо, не надо брать кредиты и начинать бизнес. Я, как Юлия Ходарцева, против. Вы взяли чужую энергию. На чужую энергию вы свой собственный бизнес не построите. Нет, 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 нет. Нет, давай поехали, чтобы вам бизнес организовала мама. Ну, или папа. Бред, а какой? Я знаю кучу успешных людей, которые берут кредиты на бизнес. И все, у них в шоколаде. Свет, ну, наверное, поздравляю, что вы их знаете. Ну, как бы, я ничем не могу помочь. Это мое мнение, да? Мнение может быть миллион разных. А я знаю кучу неуспешных бизнесов, которые брали кредиты. Ничего хорошего на этом не получилось, да? Поэтому, ну, все по-разному. Вот мне тут забудут вместе жить. Спасибо. Юлечка, эфир сохранится? Да, я сохраню эфир. Мы его, скорее всего, выложим на YouTube. Как заявить о своих услугах на широкие массы, если себестоимость услуги нематериален? Достаточно высока, и новые люди не хотят идти за такую стоимость. Опять же, эта установка, что люди не хотят идти за такую стоимость, да? Опять же, это про внутреннюю ценность себя. Как минимум, надо начать заявлять и звать, и работать с ценностью себя. Вы многие знаете, что у меня час работы стоит 15 тысяч рублей. И реально сейчас запись уже там на апрель, на май мы записываем людей. И это достаточно высокий час оплаты. Да, и когда-то я начинала с 5 тысяч, 7 тысяч, 10 тысяч, там, 12 тысяч, 15 тысяч. Оно постепенно будет расти. Понятно, что прийти и сразу сказать, ну, я стою 15 тысяч, невозможно. Как нам наращивать ценность себя, да? Во-первых, мы должны быть профессионалом в своей сфере. И если мы говорим о том, куда вкладывать деньги, то самое лучшее вложение часто это в себя. Поэтому, ну, поэтому, ну, я, например, понимаю, что я хочу, чтобы моя стоимость росла на рынке. Я езжу к Берту Хеллингеру, да, вот там, к Личу, к Тони Робинсу. И когда я там плачу под 300, по 500 тысяч за обучение, я понимаю, что моя стоимость растет. Потому что эти люди простраивают мне каналы. То есть вы должны работать с двух сторон. С одной стороны, вы должны наращивать компетенции. С другой стороны, вы должны идти и заявлять о себе из пятой чакры обязательно. Обязательно. Да, поэтому начни заявлять хотя бы уже на широкий масс. Хотя бы не на широкий начните заявлять. Начните эфиры давать. Начните посты писать. Начните хоть что-то делать. Потому что, действительно, у нас самая большая проблема на рынке помогающих услуг – это заявить о себе, что я что-то могу. Но помогу вам в этом. Знаете, сейчас реально мир уходит в развитие, в трансформации, в новые возможности. И сейчас каждому человеку это нужно. Поэтому специалистов никогда не будет много. Поверьте мне, всегда найдется человек, кто захочет взять именно вашу энергию. Потому что именно ваша энергия, она уникальна. Поэтому идите и не бойтесь. Вы родились, чтобы передать свою энергию дальше. И люди в обмен с вами все равно пойдут в это. И тогда все равно деньги будут приходить. Вот сейчас даже, знаете, как зацикливаетесь не на том количестве денег, сколько вы должны стоить, а в том количестве энергии, которую вы можете миру отдать. Отдайте больше. Я всегда говорю, чем больше людей станут богатыми в вашем поле, чем больше людей станут ценить себя в вашем поле. Не знаю, какая специфика у вас, да? Чем больше людей станут красивыми, если вы платье шьете, и чем больше людей вы сможете накормить, если вы еду делаете, тем более счастливы и успешны станете вы. Поэтому не бойтесь, не бойтесь заявлять о себе только потому, что, в первую очередь, потому что это преступление. Вы пришли что-то миру отдать и сделаете все возможное, чтобы это отдать миру. А деньги, они постепенно начнут докатываться. Знаете, я вот помню мои первые расстановки, которые я только начинала делать. Мне даже деньги давали. Я помню, я игры ставила что-то по тысяче рублей, когда я с игрой начинала, трансформационных. Мне там люди доплачивали прям, прям доплачивали. Там я тысячу ставила, они мне по три давали. Поэтому здесь тоже, знаете, особо не цепляйтесь на том, сколько вы должны стоить. Понятно, цену какую-то озвучивать нужно. Ну и в какой-то момент начнете понимать, сколько это стоит. Ну и у меня есть подкаст про синдром самозванца. Прям послушайте его, он где-то давно, год назад, наверное, его записывала. Про то, что когда человек платит деньги, он имеет право честно брать. Когда что-то бесплатное, у человека срабатывает, ну я не очень имею права брать, тогда знания не очень хорошо заходят. Поэтому вы заявляете о себе, назначаете цену, тогда человек больше возьмет. Поэтому обязательно делайте что-то платное. Может быть, это будут небольшие пока деньги, да, но обязательно надо, чтобы было платное. Про займ. Там это как раз как под проценты отдавали инвестпроект. Но если это инвестпроект успешный, и вы давали деньги взаима с точки зрения инвестиций, тогда ок, тогда да. Но у меня тоже деньги в инвестициях лежат. Я вкладываю в строительные компании, там в различные сельскохозяйственные бизнесы. Тогда да. Но только здесь опять же надо быть честной с собой, да, вы это делаете, потому что вы хотите быть хорошей, или вы реально хотите на этом заработать. Если вы хотите на это заработать, то да. Но опять же четко вы должны понимать, вот я вложила в строительную компанию, у меня там нет никаких гарантий. Они там лежат под 40%, но гарантий нет. Я четко понимаю, компания обанкротится, это моя ответственность, да, потому что я играю в эту взрослую игру. Это не кто-то плохой, компания плохая, кто-то там президент Путин плохой. Это я вложила деньги под высокий процент, и тогда если что-то случится, это тотально моя взрослая ответственность, да. Тогда, если вдруг что-то случается с вашим займом, никто не виноват. Здесь просто рассматривайте это как бизнес, бизнес, ничего личного, только бизнес. Благодарю, Юленька, в глубине мне просто страшно признать свою инфантинность. Да, пожалуйста, девочки, это, смотрите, нет ничего ужасного, что вы остаетесь детьми, потому что у вас все равно есть маленькая детская часть. Невозможно сразу взять и ее убить, ну, избавиться от нее. Поэтому нет ничего ужасного, поэтому я вот, я точно так же с вами вместе в этом варюсь, точно так же прохожу в это, если бы я уже была тотально взрослая, я была бы, наверное, как президент Трамп, тут у меня Трамп висит, уже бы я Америкой руководила, понимаете. И это тоже про то, что я вместе с вами прохожу, учусь, чего-то добиваюсь, да. Просто каждый раз мы это проговариваем, каждый раз выходим в эту более взрослую позицию. Поэтому самое, знаете, ценное и важное быть честными с самими собой и честно признаваться и понимать, что, ну, быть идеальной невозможно. Идеальный – это Бог, а идеальный – это душа, а душа – это когда ты умер. А ты человек, и сегодня у меня девочка делала из Америки расстановку, и вот мы сегодня тоже, кстати, эту тему с ней разбирали. Позволь себе быть несовершенной, потому что ты человек, ты не Бог, вытаскивайте из себя Бога. И понятно, что наш путь, он достаточно длинный, и мы каждый раз идем в развитие, каждый раз постепенно увеличиваем денежные мускулы. На последнем мастер-классе про деньги я говорила о том, что невозможно сразу взять и съесть курицу. Если вы еще не научились перерабатывать материнское молоко, и вам дали курицу, вы умрете. Так же и здесь, если ваш доход там 20 тысяч рублей, вам сейчас дают 2 миллиона, вы можете не выдержать. Но нужно все постепенно нарабатываться, годами. Я, девочки, тоже годами все это нарабатывала, и мне тоже есть куда еще расти, поэтому я голодаю по четвергам, стою в планке, там, делаю какие-то упражнения, работаю с деньгами, веду денежные тренинги и прочее. А квартиру как купить тогда, если нет 6 и более миллионов? Да никак, работать с этим. Ну, лучше уже честно себе говорить, что ты живешь в съемной квартире, и жить в съемной, ну, давая себе отчет, чем иметь иллюзию, что ты живешь в своей. Вот как-то так. Ну, я здесь за это. И, знаете, если по-честному, если вы посчитаете все свои ипотечные квартиры, ну, по крайней мере, в России, я не знаю, там, говорят, за границей немного другие условия, но если вы честно сядете и посчитаете все проценты, которые вам накручивают, то легче реально снимать квартиру в удобном районе, рядом с работой, там, где тебе комфортно, чем жить в постоянной экономии и прочем. Вы знаете, опять же, посмотрите интервью моего любимого Тинькова, он там очень много говорит про квартиры в Россию. Ну, вот Олег Тиньков, например, вообще квартиры в России не имеет. Он говорит, что это экономически невыгодно, потому что у нас реально на квартиры завышен ценник. Это правда. У нас реально на квартиры завышен ценник. Вот. А если должен сам себе взял… Как это сам себе должен? А если должен сам себе взял с денег, что 10% измечено откладывая, и начались финансовые перекосы, есть ли смысл ехать в поездку и все же отдать самой себе долг? Смотрите, вот здесь, вот в этом сообщении у всех по-разному, но именно в этом сообщении есть тема самой к себе претензии. Ты сейчас сама себя плющишь. Езжай, конечно, просто откладывай дальше. Но не надо себе искать причины, почему ты ужасная. Ты сейчас опять свою маленькую девочку и себя взрослой начинаешь ругать, да? Ну, ты взрослой пойми, что лучше. Возьми ответственность, реши. Так, я еду в отпуск. Я взрослая, я решила. Откладывать буду по 10% со следующего месяца. Ну, вот так. Ну, как вот, то, что вижу. Так, это сейчас вещи перед тем, как их отдать на благотворительность и выбросить. Вещи закидывайте в стиральную машинку, и соль засыпаете, и стираете. Понимаете, да? Машинку просто соль, она все обнуляет. Я вообще рекомендую раз в месяц тарелки, подумаю, с солью ставить. Лучше я покупаю, знаете, такие тарелки бумажные. Соль засыпаю по всей квартире, расставляю, ну, и весь негатив забирает. И вещи точно так же в соли постирать. Круто, спасибо. Вообще, на самом деле, вещи соль время от времени стираете, да? Вещи, они поглощают весь негатив, который к вам приходит. Вы сами даже свои вещи стираете в соль, она обнуляет все. Спасибо. На самом деле, нам никто не помогал из родителей, с молодым человеком. Мы сами купили квартиру. Да, дешевую, страшно, но свое. Это уже против кредитов. Да, это правда. Это по-честному хотя бы. Тут про Тинькофф пишут, вы просто завидуете. Все, кто вам не нравится, это просто хэштег «зависть», знаете. Ну, просто примите это. Ну, и на самом деле, Тинькофф, он выше вас, и тогда вопрос к маме, папе. Все люди, которые более успешны у вас, они стоят выше вас в иерархии, и вы, когда их ненавидите, Путин, Тинькофф, я не знаю, кто угодно, вы, маме, папе, это все, маме, папе. А мам, папа, это вы и есть, тогда у вас вопрос к самому себе. Про этипотеку просто спросила из интереса. Мне 26 по возвращению в родной город, живу год с мамой, уже просто не могу. Так, значит, уходим от мамы и папы, устраиваемся на работу и снимаем квартиру. Вот, Господи. У меня вопрос своего же и каунта рабочего задают. Хорошо. Или расскажи про расстановку сказку. Расстановка сказка. А, прикольно, кстати, да, расстановка сказок. Давайте еще две минутки, да, потому что мне надо за Макаром ехать в школу. Расстановка сказка. У нас в это воскресенье будет расстановка сказок по щучьему велению. Кстати, прикольная расстановка, она, знаете, о чем? О том, как мы очень часто хотим по щучьему велению, давайте, 3 миллиона рублей ко мне придите, ничего при этом не делая. Вот деньги, они не про это. Волшебство, оно, конечно, бывает, но пока ты не начал приседать, попа круглой не стала. И вот мы будем в воскресенье расставлять сказку по щучьему велению, будем смотреть, что это за программы такие, будем смотреть, как это работает, как из этого выходить, да. Это будет расстановка сказка. А с 1 апреля у меня стартует курс про деньги. Это будет 8 занятий по колесу баланса. Есть колесо баланса, мы будем деньги рассматривать в каждой сфере из колеса баланса, да. Деньги и семья, деньги и творчество, деньги и путешествия, деньги и духовность, деньги и предназначения. По колесу баланса будет 8 занятий. В Москве мы это сделали по, если вы сразу оплачиваете, все, это будет 2 тысячи за одно занятие, это 2-2,5 часа работы, вот. И 2 500, если вы будете разово платить, то сделать достаточно такую приемлемую цену, чтобы было вам удобно, и чтобы вы приходили. Тинькова тоже люблю и уважаю. Или как выбрать между расстановкой индивидуальной и личной. Индивидуальной и личной одно и то же. Групповой и индивидуальной, да. На групповых расстановках вы, смотрите, вы больше общаетесь с родителями, вы можете папу, маму потрогать, то есть там заместители. В личной расстановке вы этого не делаете. Я вам просто показываю, перепрошиваю поле. Вот, да, то есть в групповой вы прям можете потрогать мужа, маму, папу, деньги, предназначения, бога. Вы прям видите, трогаете, физически соединяетесь. Она немножко, ну, как бы мы меньшее количество всего можем успеть сделать за этот час, но вы прям в контакте, у вас прям тело это все прочувствует. А когда вы идете ко мне на личную расстановку, мы, этого вы не делаете, вы просто сидите, я захожу в роли и перепрошиваю нейронные связи. То есть она, можно сказать, не так чувствительна. Вот у меня продвинутые клиенты, конечно, вам уже, наверное, удобнее. Ну, я вот вижу, что вы год, когда год там ходите, вы начинаете уже ходить более на индивидуальные. Когда только начинаете, когда базовые вопросы мамы, папы, лучше приходить на группу, да, на групповые расстановки, почувствовать силу рода, маму, папу, там, бога и всех остальных. Привет, дорогая, привет. Сегодня будет мастер-класс по ценности. Какие темы там рассмотришь. Сегодня вечером мастер-класс про ценность себя. У меня будет в 18.30, мы будем говорить про то, насколько это ценное. Мы будем говорить о том, что у нас есть глобальная неценность, и она у нас появилась в рамках создания мира, и нашу глобальную ценность забрал с собой Бог. Да, помните, у нас Иисус, ну, это в христианстве, там, в мусульманстве тоже такая же тема, когда Бог пришел, Он сказал, что я ценный, а вы не ценные, и вы на меня молитесь. Если мы тогда вышли, первый человек, он стал неценный по сравнению с Богом, мы эту неценность несем постоянно с собой, мы все время как будто хуже кого-то, да, в первой базе хуже Бога, потом хуже родителей, хуже, хуже, хуже. И мы сегодня будем глубинно вот эту тему прорабатывать, поднимать свою ценность, начиная с самых первых нейронных связей, с самой базы своей. Ну, да, и опять же будем дотекать до родителей, до коллег, до воспитания, до божественной сути, до того, насколько ты уникальна, и с чем ты пришла в этот мир. Это так, сегодня мы будем об этом. У тебя был мастер-класс про деньги, будет ли курс на богатство? Да, про деньги у нас будет на площадке, и я думаю, сейчас сделать его онлайном, да. Я думаю, дат пока нету. Мы сделаем обязательно курс про деньги на 8 занятий онлайн. Буду сообщать, следите за новостями. Я, знаете, вот так вам скажу, опять же, вы знаете, многие, что я сейчас ушла в собственный бизнес, очень многое хочется успеть сделать, но хочется делать все-таки качественно, да, потому что кто брал курс про деньги, у нас там получилось так, что мы долго не могли записи отправить. Мы будем постепенно ехать. Нельзя, опять же, курицу-ножки съесть при рождении, да, мы потихонечку будем ехать, так что смотрите за анонсами, обязательно я сделаю вам и курс про деньги. У меня очень много идей, надо просто их успевать воплощать, для этого нужны люди, команды. У меня есть прекрасная команда, ну, будем расширяться, будем еще ее увеличивать. Все, отпустите меня за ребенком. Если будет курс на богатство, то когда, какая цена? Если он будет онлайн, нет, на площадке будет курс, он стартует 1 апреля, это будет весь апрель, понедельники и пятницы. Если оплачивать сразу, то будет 2000 рублей за занятие, если оплачивать по отдельности 2500 за занятие, он уже есть в расписании, смотрите на сайте. Если говорить онлайн, то по онлайну будем думать, да, еще, ну, я думаю, что он тоже там будет стоить в 1500 или там 990, посмотрим, но пока дат нету, и мы еще разбираемся в вебинарных площадках. Жена мужу может давать деньги? Честно, нет. Ну, Юля, я могу, я ни разу не ходила на расстановку сказку, я не понимаю, как это может, поможет мне лично. Расстановка сказок, вообще любая тема заместительства, так же и в расстановке сказки, любая тема заместительства, это, знаете, когда ты вроде не в свою тему идешь, а почему-то прорабатываешь, не бывает чужих ролей, не бывает, что ты просто так пришел на расстановку сказку и просто так стал емелей, который лежит на печи, да, не бывает такого, или там пришел на расстановку сказку и просто так стал щукой, которая исполняет желание, да, и когда ты не включен, что это твоя собственная расстановка, ты намного больше можешь проработать, потому что нет вот этой страха, что сейчас все случится, понимаете, Поэтому приходим, пробуем. Пожалуйста. Каждую пятницу по возможности я буду проводить эфир. Там просто в апреле я уеду к Тони Робинсу. Не получится в пятницу провести. Но все пятницы, где я свободна, обязательно буду проводить эфир. Пожалуйста, каждую пятницу я жду вас на прямом эфире. Юлечка, привет. Ой, привет, Настюнь. Пропустила вопрос, как объяснить вопрос, что такое расстановки? Что такое расстановки? Расстановка – это работа на уровне бессознательного. Есть твое сознание. То, что тебе логика заложила, это когда с нами работают обычные терапевты, психотерапевты, они работают больше с мамой и папой, с нашими личностными частями. Расстановка – это более неосознанные вещи, которые видят глубже, да, глубже, видно все глубже в расстановке. Это то, что ты не осознаешь, ну, например, раскулачили твою прабабушку, и поэтому ты боишься стать богатой, тебе кажется, что тебя тоже убьют. Тогда ты делаешь все возможное, чтобы не вебок, не стать богатой. Благодарю, Юля. Можно обычной столовой? Очищать морскую, что ли, обычной столовой? Привет, я тебя очень рада видеть. Обычной столовой можно. Так, я шла как заместитель. Девочки, расстановки. Юлечка, огромное спасибо. Так, мои прекрасные, всех люблю, просто не было денег быть главной на расстановке. Ага, ну вот, девочки пишут, что они на расстановке и в заместителе хорошо прорабатывают. Вот, вот. Был запрос, вот девочка, видите, пишет, был запрос про папу, я пришла три раза на заместителя, и папа отработала. Это правда, да, когда у вас реально нет ресурсов финансового, может быть, вы просто не готовы к своей расстановке, там, прийти ко мне за 12 тысяч. Вы можете спокойно приходить на заместители, на сказку, сказка у нас стоит 5 тысяч, просто на заместители она стоит 700 рублей, просто в поле побыть. Вам даже не всегда надо быть заместителем, очень часто вопросы решаются просто в поле. Кто ходит на расстановке, это подтвердят. Вы можете просто в поле поприсутствовать, и у вас уже открытие, уже очень много всего. У нас, кстати, сейчас появились тематические расстановки, мы сделали такой доступный формат, 1990, два часа, по какой-то из темы. Вот 26 числа у нас будут тематические расстановки про нерожденных детей, абортированных, там, выкидыши и прочее, так что тоже присоединяйтесь. Прекрасно, мы всех люблю, всем любви. Не забывайте ценить, любить и уважать себя, я с вами на связи, задавайте вопросы. Ну, в общем, пишите. Всех люблю.